Вор в законе Звиад Тбилисский, равно через три недели после убийства воровского патриарха Деда Хасана. На большой сходке, устроенной его кланом, в воров законе было посвящено несколько человек. Среди них был Иезид Звиад Азманов, более известный под прозвищем Звиад Тбилисский. Коронация прошла с участием такого видного криминального деятеля, как Гелогальский. Через год после коронации, Звиад Азманов попался в руки силовиков. При нем была обнаружена доза героина, которую по мнению оперативников, вор в законе намеревался сбыть. В итоге, благодаря этой операции, а также расследованию разбойного нападения в Нижнем Новгороде, удалось засадить новоявленного законника на целых 10 лет. Выход Звиада Тбилисского на свободу датирован февралем 2024 года. Звиад Тбилисский Звиад Азманов родился 8 апреля 1984 года в Армении. Затем семья переехала в Тбилиси, откуда и пошло прозвище уголовника. На путь преступлений Звиад встал еще несовершеннолетним. С несколькими приятелями грабили сверстников. Поднатарев в этом деле, стали заниматься банальным вымогательством. Неизвестно, как повлиял на его становление в криминальном мире вор в законе Шекера Молодой, приходившийся дальним родственникам Азмановых, но легенда о влиятельном родственнике явно симпатизировали парню. К середине 2000-х годов, Звиад все еще продолжал работать по мелочи, совершая грабежи и разбои. На одном из таких дел он вскоре и попался, в 2005 году его осудили за кражу сетовых телефонов. После выхода на свободу, продолжил заниматься криминальным промыслом. К десятым годам аппетит уже набравшегося авторитета Звиада выросли. С бригадой таких же отчаянных, как и он парней, будущий законник начал наведываться из Тбилиси в Россию, и вымогать деньги у бизнесменов. Один из таких эпизодов пришелся на июль 2012 года, когда Звиад вместе с двумя подельниками по наводке напал на нижегородского бизнесмена прямо у него в гараже. Грабители знали, что в квартире у жертвы есть сейф с деньгами. Для того, чтобы разговорить бизнесмена, в ход пошли пытки. Под давлением жертва выдало местонахождение тайника, из которого в дальнейшем бандиты забрали денег и ценностей на сумму 1 миллион 136 тысяч рублей. Осенью того же года Звиад Азманов в Нижегородском торговом центре Новый Век украл три мобильных телефона, на сумму 81 тысяча рублей. Об этих преступлениях станет известно только в 2014 году, когда Звиад станет уже Звиадом Белийским, и будет задержан с героином. А между тем в 2013 году клан Деда Хасана набирал под свои знамена молодых авторитетов, коронуя их, и таким образом составляя конкуренцию вражескому сухумскому клану во главе с Триэлом Аняни. В этот список на коронацию попал Звиад Азманов. После того, как в 2013 году в Санкт-Петербурге ударил ножом Роланда Чикваидзе, злейшего врага Дата Сибискверадзе, Дата Кутаиский, Дата счел этот поступок достойным, и дал добро на коронацию Звиада. Тюрьма для молодого вора. После того, как в 2014 году Звиада Тбилисского осудили на длительный срок, у него появилась возможность завоевать еще больший авторитет, ведь от того, как вор проявит себя в местах лишения свободы, зависит его дальнейшее положение. Законник может лишиться былого авторитета, либо наоборот прибавит во влиянии. Внизу слева, криминальный авторитет Роман Рассоев. Олег Краснодарский, вора в законе, Тимур Емирзоев, Тимур Свердловский, Георгий Джанилидзе, Гоги Питерский. Вверху слева вора в законе, Махарек Ворами, Маце, Звиад Азманов, Звиад Билисский. Внизу слева, криминальный авторитет Роман Рассоев. Олег Краснодарский, вора в законе, Тимур Емирзоев, Тимур Свердловский, Георгий Джанилидзе, Гоги Питерский. Вверху слева вора в законе, Махарек Ворами, Маце, Звиад Азманов, Звиад Билисский. Видимо Звиад решил пойти второй дорогой, так как длительный срок ему желательно пересидеть со всеми льготами, которыми пользуются воры в законе. Поэтому, находясь еще под следствием в Бутырке, он вместе с Вагифом Сулеймановым совершает избиение законника из враждующего клана, Джема Микеладзе, якобы за причастие к убийству деда Хасана. После этого Звиада этапирует в Нижний Новгород, где за свои преступления он и получил 10 лет лишения свободы. Оттуда его перевезли в Ульяновскую область, откуда доставили к месту отбывания наказания, и к 10 Димитровград.